приветствую вас друзья добро пожаловать на канал ними the games project меня зовут владимир и сегодня немножечко влогов тех самых которые я как-то уже заикался обещал окей хочу подвести итоги апреля потому как мая начался неделю назад подводить итоги по мою еще рановато и делать какие то прогнозы тоже к сожалению он стартанул не так классно как шел апрель но с этим связано то что приходится работать на работе приходилось походить на работу приходилось посидеть на интернет совещаниях грубо говоря потрачено было немножко времени плюс нужно было добить на первых днях мая добить проекты для конкурса на ртп ничего не получилось что-то получилось но не суть в общем май пока не очень хорошо начинается я бы сказал достаточно так спокойно посредственно с другой стороны за неделю мая которая прошла там по крайней мере статистика ютуба пока может показать только шесть дней в общем тоже неплохие показатели если они так продлятся то в принципе май будет приближена к апрелю по активности по показателям это будет очень здорово давайте перейдем все-таки к апрелю апрель это самый удачный месяц за все существование канала на текущий момент а было сделано почти 3800 просмотров то есть чуть поменьше было что для моего канала достаточно неплохая цифра кто-то может посмеяться но тем не менее самое главное что было сделано практически 700 часов просмотров а не хватило буквально 15 минут или даже 10 получается для того чтобы набить эти самые ровно 700 часов просмотров это огромный показатель для опять же моего канала если сравнить например с тем же самым мартом этого года который был тоже более-менее еще таким неплохим там было всего двести семьдесят шесть тысяч часов просмотров на две тысячи с лишним а просмотров в целом то есть динамик именно вашего вовлечения в апреле было гораздо более высоко чем когда-либо до этого и это очень здорово огромное вам всем спасибо к тому же апрель его выдался весьма удачным на подписчиков приросло 17 подписчиков тут можно сказать тип камон это мало но нужно понимать что были дни когда подписчиков youtube все-таки снимал он продолжает это делать регулярно на регулярной основе и примерно 3-4 человека в неделю это вообще стабильно но гораздо чаще бывает что и 6-7 человек неделю он отписывает так что показатели для месяцев плюс 17 это довольно много с учетом того что тот же например а март принес всего одного подписчика на текущий момент а май тоже приносит всего одного подписчика в общем-то апрель в этом плане был здоровским всем спасибо особенно новеньким ребятам и конечно индивидуально всем старичкам которые регулярно продолжают смотреть очень приятно что новички начали проявлять огромную активность старички их начали поддерживать на стримах все более тесное общение происходит все больше комментариев я вижу под видео это замечательно это очень здорово потому что именно это сильно влияет на продвижение контента в youtube будьте такими же активными цены вам всем не будет ее и так практически не да так вы просто будете супер золотыми бесценными подписчиками с такой-то высокой вовлеченностью и активностью по-прежнему хочется отдельно поблагодарить всех тех кто задонатил донатил коля донатил тут я и тут 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 я и тут я в общем блин вас ники назовитесь как-нибудь поподробнее в общем вам отдельно тоже благодарны за то что вы донатили до расчетный доход за месяц копеечный это всего там пять с половиной евро сказывается то что многие пользуются от блоком я их не осуждаю пользуйтесь но конечно желательно чтобы блок был отключен потому что ребят многие многие живут за счет доходов с рекламы и вы лишаете этих доходов людей я сейчас не только про себя но в целом как бы окей у меня в принципе средний доход с просмотров приемлемый то есть на 1000 просмотров там я получаю свою копеечку это вполне реальные цифры был бы у меня миллион я бы мог и не жаловаться вовсе тем не менее донатером спасибо я видел доната уже и в апреле был в мае был один донатик тоже очень приятно в общем ребята апрель апрель оказался очень классным самое топовое видео за апрель создание графики для игры photoshop rpg maker mv которое было залито 9 октября 18 года то есть видео уже полтора года она до сих пор в топе 450 просмотров собрал то есть он постоянно собирает что прикольно в апреле хорошо выстрелил обзор на rfl на очень старое видео 31 августа то есть ему практически два года 31 августа 2018 года был залит тоже 115 просмотров прикольно то есть старые видосики начинают каким-то образом видимо попадать в предложку в напоминалки и народ начинает это дело смотреть также неплохо залетают старые достаточно видео по вх и и ну и конечно же в основном это rpg maker mv видео и стримы собирают самую активную аудиторию даже вот спид мэппинг который был залит 27 марта по светлому человеку 120 просмотров собрал то есть в принципе в целом именно тема rpg maker конечно сейчас собирает больше всего но оно и неудивительно я практически не заливала в прошлом месяце ничего кроме rpg maker и стримов соответственно из видео были то только влоги и по моему одна ретро печка если я не ошибаюсь сейчас я даже гляну да даже ретро печки никакой не было то есть вот настолько скудным на контент оказался апрель при этом надо достаточно продуктивным он все-таки оказался на активность был только вот одно прохождение героев меча и магии 2 кстати их надо будет продолжить обязательно был один вложек а все остальное это были стримы и в основном rpg maker спид маппинги соответственно уроки и конечно же все это дело приносит свою пользу но хочется разбавлять контент и другим поэтому давайте с апрелем покончим немножко закинул мыслишек по поводу мая как видите вложек уже вышел стримчики продолжаются нужно будет потестировать поиграть в проекты сданные на ртп конкурс думаю займемся этим на днях и конечно же конечно же будем продолжать добивать уроки по rpg maker мв потому как хочется продвинуться дальше база данных да да уже пишется текста для следующей вкладки вкладке тайлсета там будет немного текста будет коротенькое видео потому что тайлсета нужно в большей степени развивать как графику разбирать да а не как вкладку поэтому будет коротенькое видео но выйдет буквально тоже наверное на днях может даже не в среду постараюсь немножко увеличить количество контента по rpg maker для того чтобы быстрее продвигать модули сейчас же написано сценарий для и даже записан звук уже голых да то есть примерно то же самое что вы сейчас слышите но слышите в других видео записан для ретро печки это очень здорово когда нибудь я возьму за монтаж нужно только найти материалы и я думаю что в следующую пятницу может быть если все хорошо сложится как раз таки именно ретро печка выйдет потому что ну давно не было ни ретро печки не ностальгии кстати для ностальгии тоже сейчас пишется сценарий но там долго писать поэтому в комментариях ребят попрошу вас просто от чистого сердца попрошу напишите в комментариях пожалуйста хотите ли вы в ретро печках в ностальгии потому что в этой ретро печки я задам этот вопрос но сейчас продублирую да вот его здесь хотите ли вы чтобы я больше создавал материал такого более глубокого до с какими-то историями компаний возможно издателей разработчиков потому что например есть издатель сьерра которым я просто обожаю там миллион игр они издали которые нравятся мне не миллион десяток может быть и про историю серы я тоже нихрена не знаю и как большинство наверняка тоже и вот пока я готовлю ретро печку например или ностальгию я начинаю все больше и больше погружаться в тему от этих компаний разработчиков там какую-то историю и хотели бы вы видите именно какие-то собирательные видео про вот эту сферу потому что ну на мой взгляд это очень интересно а если вам будет интересно то я буду заниматься еще этим контентом они будут выходить также редко как ретро печки ностальгии потому что эти видео требует гораздо больше усилий для производства нужно собирать материалы нужно больше монтировать в отличие от тех же уроков или влогов да ну и тем более уж стримов стрим запустил поболтал с пацанами все всем весело вот хотите ли вы этого что еще я запущу сто процентов запущу две рубрики возможно не в мае потому что в мае может быть не успею обе запустить но какие-то штуки я запущу например рубрику про game dev я ее так обозову про game dev я запущу в мае на сто процентов и первое видео наверняка будет про то где я покупаю графику где я покупаю какой-то звук где я могу найти что-то бесплатное а для этих целей расскажу об одной конкретной площадке упомяну некоторые другие площадки где это может происходить где можно находить материалы как например еще можно в гугле тоже поискать материалы которые будут в свободном доступе многие просто задают вопросы к сожалению не все из них задают вопросы на стримах или в комментариях к видео задают в контакте например но вопросы есть и я думаю что про game dev будет довольно интересная тема с учетом того что я последнее время много смотрю англоязычных всяких там видосиков да по теме по теме game deva как game 9 какие есть игры как там одни разработчик ошибки там не ошибки вот это все в ру комьюнити этим не принято делиться к сожалению вот но я подумал что такой контент тоже будет крутым я не специалист в game deva да ну грубо говоря то есть у меня нет успешных проектов у меня нет даже законченных проектов но многие наши инфобизнесмены что делают переводят какие-то курсы какие-то уроки зарубежные и потом толкают их как будто это их знание как будто это их материал я же разумеется за деньги я же предлагаю сделать так что я просто буду продолжать изучать game dev потому что тема мне это интересно и собирать какие-то небольшие видосики про game dev соответственно например там какие есть пиксель арт направления какие обычно используются в пиксель арте палитры еще что-то да какие специфики есть ну и так далее и тому подобное или например да какие есть проекты созданы одним человеком и какие были там допущены например ошибки что такое я часто смотрю мне очень интересна эта тема потому что я тоже один работаю в основном да иногда там пользуюсь услугами готовых каких-то ассетов или заказываю у конкретных людей часть работы в общем думаю такая тема будет интересно тоже ставим лукасы пишем коммент если вам это интересно и кстати задаем вопросы на эту тему возможно тогда видео будет не только про площадки но и про какие-то более интересные штуки я сам по гуглю сам поищу переведу и подготовлю для вас материал в своей собственной подачи раз вы эти видео смотрите значит моя подача вам в принципе нравится окей здесь тоже определились на май короче такой ну не скажу что прям стопроцентный варик да что так будет потому что может быть чаще станут вызывать на работу на интернет конференции так далее и тому подобное плюс погода улучшается тоже хочется подышать воздухом на карантине сидеть сутками дома напрягает так вот планы такие чуть больше постараться поактивнее выпускать уроки по rpg maker mv для того чтобы перейти уже наконец в новые блоги блоге блоки модули по этой самой теме чтобы уже заняться графикой потому что про графику как раз спрашивают гораздо больше это самые основные просмотры на канале да хочется вернуться к вальвахама эдитар потому что про него сейчас тоже начали активно задавать вопросы интересоваться какими-то вещами да и я хочу уже сделать так чтобы закончить определенный большой ват файл с текстурами создать набор определенных карт под эти текстуры и как бы сказать закрыть эту тему вот так что да тоже хочется но я уверен что в мае я просто физически не успею это сделать плюс я хочу вписаться в один проект очередной да тоже информацию о нем как только вот что-то устаканец как только работа пойдет тоже будет давать о нем информацию как многие знают я из проекта по светлому человеку вышел сил там некоторых определенных обстоятельств но вот было принято решение выйти из светлого человека конечно мы будем кстати еще помимо того что я хочу вписаться в проект развивать джо джо ну очень маленькими шажками потому что максим делает графику потихонечку ну то есть у него тоже есть свои задачи своя работа я не плачу ему сумасшедших денег для того чтобы он всю свою жизнь бросил и направил все свои силы на графику для меня поэтому он делает медленно и джо джо немножко замедляется но опять же у нас есть проект который мы делали на ртп конкурс многим он показался интересным и люди которые в него успели поиграть сказали что в принципе идея очень даже неплохо есть классные интересные моменты их стоит развивать к тому же этот проект был создан как раз таки для того чтобы в дальнейшем использовать его именно в уроках об этом я буду заикаться в последующих видео по rpg maker у для того чтобы мы на его примере на примере реального проекта делали какие-то штуки изучали определенные моменты и было на чем показать потому что все таки джо джо он в большей степени на такой глубокий авторский назовем это так где я буду его использовать те фишки которые не очень хочется палитин по на скажем так на текущем этапе уроков по rpg maker у хочется делать их последовательные соответственно все эти приемчики все эти штуки хочется подавать именно с точки зрения того как постепенно к ним прийти потому что многие могут начать делать так как я делаю да при этом упустив этап который меня к этому привел потому что я тоже не сразу решил использовать галва не сразу решил использовать плагины и вообще возможно джо джо перейдет на пиксель game maker mv хотя он пока очень очень сырой поэтому я джо уже немножко так замедляю процесс то есть буду там делать графику какую еще что-то но по мелочи в общем ребятки такие вот планы на май за апрель вам супер всем спасибо и тут теперь она начинается модуль для тех кто донатит для тех кто поддерживает меня активным спонсорством ребята вы лучшие в том плане что ну прям благодарочка если так пойдет в скором времени благодаря вам я смогу оплачивать свой интернет или электричество как минимум дача своих счетов это будет бомбически круто ну или я смогу просто купить какую-нибудь игрушку например пиксель game maker mv я купил так что будем потихонечку тоже изучать но пока очень сырой и там рановато за него браться окей в общем короче для вас я хочу включить спонсорство на канале то есть спонсорскую подписку разумеется с минимальными суммами но проблема в том что я не знаю какие плюшки вам сделать что может youtube предложить для вас для людей которые спонсорством занимаются во первых это значок в чате окей значки я нарисую разработку они будут уникальными для каждой стадии смайлики в чат эмоджи так называемые тоже окей понятно я нарисую просто смайлики чем выше ваша ступень тем больше смайликов вы можете использовать бла-бла-бла все здорово замечательно это самые простые вещи которые могут быть то есть ваши сообщения в чате будут выделяться иконкой и возможности использовать эмоджи и для этого не придется использовать супер чат по сути на просто вам заплатили один раз в месяц там сколько там 100 рублей по моему выходит 150 не даже меньше 150 рублей самое начальное да и типа потом целый месяц в чате кита можете писать с опознавательными знаками выделяясь но с другой стороны youtube может предложить например спрятанную публикацию во вкладке сообщества то есть эти посты обычные да они будут видны только спонсором что там писать вот не знаю есть у вас идеи напишите в комментах что бы вы могли там увидеть хотеть увидеть может какие-то инсайдики или там может быть фоточки с рабочего процесса скринчики какие-то то что я делаю да чтобы вы например знали какие-то этапы разработки может вы хотите там какие-то опросики вопросики даже питом задавал или устраивал какой-то небольшой чатик вроде от вопрос-ответ да ну вдруг вам это интересно также конечно есть отложенная публикация видео но так как я и так не всегда успеваю в срок до сделать видео я не вижу смысла делать для вас таки обещания что типа вы все будете видеть мои видео первыми на текущий момент на мой взгляд это совершенно никому не интересно не нужно но все равно напишите в комментах вдруг это будет интересно и тогда некоторые видео я буду загружать например там по мере готовности раньше за день для вас и только на следующий день уже для всех остальных в общем хочется ввести спонсорство чтобы вам было проще просто один раз там закинуть мне 100 рублей и иметь опознавательный знак на протяжении всего месяца они просто там где-то на одном стриме закинуть ту же сотку на один раз написать красивые сообщения и как бы все ну и разумеется все кто будет спонсорами буду в титрах отмечать то есть я сейчас думаю над тем как бы оформить концовки всех моих видео чтобы там были вот эти вот заставки до следующая видео там подходящие виде подписка на канал чтобы они были красивыми тематическими для канала и чтобы они не захватывали там часть видео до что там не было каких-то пустых кадров или еще чего-нибудь в общем сделать такой шаблончик и разумеется хочу добавить титры титры со спонсорами в любом случае те кто донатят и без спонсорства будут туда регулярно попадать как ну активные люди ребята которые подписаны годами тоже туда будут попадать периодически потому что иногда youtube напоминает что вот эти ребята у тебя там буквально до уже два года с тобой и так далее то есть сейчас хочу сделать немножко интерактива для тех кто более менее активно поддерживает не только с финансовой точки зрения с точки зрения активности вас буду учитывать в титрах и так далее тому подобное и вот спонсорские какие-то фишки функции тоже хочу ввести в общем напишите в комментиках там чего вы хотели там видеть для того чтобы чтобы могло вас заинтересовать затонатить мне 70 рублей на подписку например ну и на этом давайте будем закругляться я сейчас просто скажу всем огромное спасибо вот такие вот были планы вот так вот я поделился с вами своим счастьем за то что апрель супер крутой месяц получился ну и теперь пока пока скоро увидимся